Ииии всем привет, зрители, с вами Ингвар, и добро пожаловать на чередное видео, также добро пожаловать в рубрику Ингвар Ньюз, где мы рассматриваем различные вещи, новинки, либо просто общаемся. Рассматриваем мы что? Новых трансформеров, новые лего, иногда даби-даби-фигурки или что-то такое подобное, да? Либо рассматриваем старинки, либо обсуждаем новый фильм по трансформерам, который в будущем году, наконец-то, да? Новый фильм по трансформерам, ура! Ну, либо мы просто, скажем так, общаемся на какие-то темы, да? Такое тоже иногда бывает. Сегодня мы, наконец-то, снова будем рассматривать очередные новинки по трансформерам. Но самый главный вопрос, зачем столько много? Зачем? Для чего? То есть, круто, классно, да и тем более я могу еще вам много всего рассказать, что у нас анонсировано много новых трансформеров на следующий год, на 2022. Там у нас имеется аж в этом году три двойки, вообще замечательно. Но, могу сказать, что, наконец-то, выйдет Fallen, лидер-класс. У нас еще Sludge, лидер-класс, если не ошибаюсь, тоже выйдет. Много трансформеров по Deluxe класса выйдут. У нас много трансформеров выйдет из фильма Transformers Bumblebee, хотел бы сказать, но нет, из фильма Bumblebee. Еще другие трансформеры. То есть, у нас будет очень много трансформеров, как я насчитал, да не то, что как я насчитал, а где, а кое-где подглянул. 34 трансформера, как я понял, выйдет в следующем году. Это вообще замечательно. Значит, у нас будут эти рубрики навалом, будем обсуждать, рассматривать. Но, блин, сегодня мы должны расследить кое-что другое, а именно трансформеров по серии Kingdom. Там также у нас еще будет задействовано, как я понимаю, золотой диск. И могу сказать, что вот не совсем я в курсе, что это вообще за вещичка. Золотой диск, какая-то плоская и металлическая, видимо, штучка из мультсериала Beast Wars, если не ошибаюсь. Да, то есть, оттуда все это взялось, что это чего-то вообще другая вселенная, как бы еще, что-то измерение. Я, честно, не совсем понимаю. Если вы знаете, а вы, естественно, знаете, напишите обязательно в комментариях, чтобы я запомнил, что это такое золотой диск. Потому что, как мне кажется, в новом фильме по трансформерам, который у нас будет называться Rise of the Beast, как мне кажется, этот золотой диск там будет. Потому что есть что-то такое ощущение. И вот тогда мне будет, правда, непонятно о кейсе, что, как говорится, да, что это такое на испаниле, если говорить. В общем, такое вступление. Давайте разбираться, рассматривать новых трансформеров, анализировать, хорошие они или нет. Давайте просто рассмотрим. И чтобы это рассмотреть, нужно перейти, конечно же, к рабочему столу. Так что, приятного просмотра и мы начинаем. Вот наш рабочий стол и у нас вот такая коробочка. И, что интересно, все коробки примерно будут такие. То есть, получается, на лицевой, как бы, коробке у нас не будут изображены наши герои. Ни в как вообще, ни на половину, ни на одну третью, ни на одну восьмую. Вообще никак они не будут изображены. Просто вот такая коробка с золотым диском. Наспись огромная такая, да, и все. Ну и написано, кто здесь у нас будет. То есть, у нас здесь дабл-пэк, два автоботика. Как бы оформление коробки, я не скажу, что прям вообще простенькое, оригинальное, интересно. Но, не знаю, как это для меня лично непривычно. Но коробка, я вижу, не маленькая. Это два трансформера под Deluxe Class. Не знаю, зачем она такая большая. Ну, ладно. Давайте анализировать. Вот такая у нас коробочка. Два вот этих автоботика. Конечно, да, можно сразу заявлять, они похожи друг на друга. И очень сильно похожи на предыдущего. И как бы на нытика, да. На Huffer, если не ошибаюсь. И как бы вопрос, зачем вы опять сделали? Ну, видимо, раз это у нас золотой диск, это вот такая вот серия, что это как бы как вселенная. Раз я не знаю, поэтому я могу здесь и правда ошибаться. И вы как бы скажете, наоборот, это офигенный трансформер, чего-то так как бы, да. Но раз я не знаю, поэтому вот сразу мнение меняется. Вот оно как, да. Когда ты знаешь, ты сразу говоришь, что это классно, это круто. А когда ты не знаешь, сразу, ну, это не очень. Вот поэтому здесь как-то я постараюсь быть на золотой середине, да. Как бы это странно не звучало. То есть, очень даже, я думаю, неплохой пак. Да, они друг на друга похожи, конечно же. Но есть свои отличия, что очень даже замечательно. Что машинки вроде бы такие же самые. Где роботов, они тоже были то же самое. Но я вижу здесь отличия. И это, конечно же, большущий плюс. Мы видим, что голова отличается. Задняя часть тоже слегка отличается. Руки, как я вижу, тоже слегка отличаются. Если говорить про туловище, ну, тоже какие-то изменения есть. И наоборот тоже. И очень даже замечательно. То есть, они как бы одинаковые, но не одинаковые. И это большущий плюс, конечно же. Значит, вот в таких позах. Вроде прикольные, по-джувановски как-то есть такое ощущение. Выглядит, правда, интересно. У этого есть пушки, у этого нету. Но, правда, кому нравятся такие герои, знают, кто это, что это, то это, я думаю, очень даже неплохой пак. Да и тем более, такой дабл пак получить на Новый год, либо на день рождения, это прям, ну, действительно, замечательно. Видим машинок таких, тягачей, фур, как бы это вот, не знаю, тут правильно назвать. Ну, в общем, они тоже, они похожи, но они отличаются. Это замечательно. И по цвету, и по дизайну чуть-чуть есть кое-где. Тем более, если ты специалист в этом деле, ты действительно скажешь, они отличаются и так далее. То есть, блин, очень даже неплохой пак, я ничего плохого говорить не буду. Вот еще такие изображения имеются. То есть, ну да, имеется два оружия по бокам, как, например, у Сикеров, да. Но здесь у него несъемные, как я понимаю, если не ошибаюсь, а может быть съемные. А здесь у него имеется вот такой, как бы, как бластер, мощный такой ганн, пистолет. Ну и такая у него рука, не знаю, копалка, что ли, что-то подобие этого. Ну, в общем, вот такие два героя у нас имеются. И еще у нас вот такое изображение имеется в виде машинок. Неплохо, хорошо, придираться не буду. Потом у нас имеется еще вот такой, тоже получается, Double Tax. Коробка еще больше. Как бы диск у нас прям вообще чуть ли не на нас смотрит. Вот так, на весь экран. Коробка большая. И у нас имеется... Кто? У нас имеется вот такой вот автоботик. Очень похож, конечно же, по дизайну. Конечно же, по скелету трансформера. Похож на джаза из серии студии. Series 86, конечно же. Просто перекрашенный герой и все. Вот не знаю, отличаются ли здесь какие-то детали, еще чего-то, честно, я не скажу. Потому что, как мне кажется, это все похоже. Может быть, какое-то есть одно изменение. Но, да, перекрашенный автобот я не совсем прям предпочитаю такое. У нас имеется вот такое оружие, уже много раз выходило в другом свете, но ладно. Но, раз у нас такой пак, раз у нас золотой диск, значит, в этом есть какой-то смысл. В этом, как бы, есть какая-то вещь. И оно должно быть только так и никак иначе. Но просто немножко меня не радует тем, что этот герой, как и предыдущий, да, они похожи на предыдущих, да, автоботов или дисптиконов и так далее. Но просто здесь, правда, от джаза, он, как я вижу, наверное, ничем не отличается. Наверное, кроме головы, а может быть, и голова тоже ничем не отличается и все. То есть, вот это меня разочаровывает. А так, я думаю, неплохое. То есть, если ты не имеешь джаза студийного по 86 серии, то, как бы, ничего страшного, покупая этого, ты будешь им доволен. Но если ты имеешь джаза, то этого, я думаю, не стоит приобретать. Хотя, кто его знает, может, стоит иметь и того, и того, и всех. И, как бы, если ты супер коллекционер, супер богатый, много места, то, наверное, этого тоже стоит приобрести. А так, я ничего плохого говорить не буду, потому что, правда, как робот, вот этот просто, если будем обсуждать его просто как в виде робота, скелет, скажем так, очень даже хороший, артикуляция хорошая и так далее. Ну, просто он похож как бы на джаза, просто как бы, ну, перекрашенный и все. Ну, ладно, вот такое изображение имеется, ну, неплохо смотрится, вот так можно тоже его в позу поставить. Вот еще такое изображение имеется, правда, он артикулируемый, конечно же, по дизайну все тоже очень хорошо, пластмасса не сэкономлена, фигурка устойчивая, то есть, правда, претензий никаких не имеется, машинка вращается, катается хорошо, то есть, правда, все очень хорошо. Ну, конечно, оружие, да, здесь я вижу, пластмасса чуть-чуть сэкономлена, здесь, понятное дело, ножки будут прятаться, но могли бы все равно добавить чуть побольше пластмасса, но уж, ладно. Как вышло, так вышло. Вот еще так можно поставить, конечно же, можно вообще вот так, вот так, я думаю, вообще, вот так, я думаю, вообще замечательно, и не надо никакие оружия наверх, скажем так, крепить. И потом у нас выйдет Оспинатор, вот я бы его хотел бы приобрести, это как бы у нас Старскрем, Предок и так далее, ну, как бы, да, можно сказать, что это как бы как Старскрем, но нет, это совершенно другой герой, ну, в общем, своя тут история, тема. Оформление коробки, правда, очень хорошее, красивое, у нас он представлен в виде робота, в виде вот такой, получается, пчелки, осы, да, нет, ну, в общем, неплохо, хорошо, делюкс-класс, если не ошибаюсь. 20 этапов, чтобы его трансформировать, правда, как робот, он прям идеально, шикарный, как и в мультике, если даже не лучше мультяшного Оспинатора, а в виде насекомого, ну, тоже достаточно хорошо, неплохо, хотел бы приобрести, но вряд ли получится. Нам могут вообще такую серию не завести, Кингдом, нам бы хотя бы Эрфрайз завезли бы, но ее, как вижу и понимаю, наверное, и не будет, только сечь и все. Печально, конечно, а с Алиэкспресса заказывать, правда, очень дорого, налоги там немаленькие, но фигурка, правда, очень даже достойная, классная, полочная, в какую-то позу поставил с другими максималами, предоконами, там, не знаю, террорконами и так далее, и вообще будет прям, ну, обалденная, шикарная композиция. В виде насекомого тоже хорошо, нормально, если попытаться сравнить нового и старого, вот я даже не знаю, конечно, тут у меня изображение имеется, но я думаю, и старый хорош, и новый тоже, поэтому, если, как бы, вы не смогли приобрести тогда, то нового, я думаю, точно стоит приобрести, потому что не пожалеете, хотя я вижу вот здесь некоторые нюансики, и вроде бы пустота, не пустота, кисть видна, но, ладно, ничего страшного, как бы, если на это все закрыть глаза, очень даже все достойно. Потом у нас имеется вот такая, как бы, пантера, теневая, темная пантера, могу сказать, что в виде животного очень даже хорошо, а в виде робота, как-то даже не знаю, это, не знаю, тоже, наверное, с Beast Wars, что-то там такое было, как бы, может, я не ошибаюсь, но его, честно, я не знаю, тоже 20 этапов трансформации, он сильно похож на Читора, просто отличается он с голова, отличается здесь голова, какие-то, может быть, еще детали, а так еще и цветом, и все. Но, если вы этого герой знаете, и в нем имеется какая-то значимость, особенно для вас, то тогда его, естественно, нужно приобретать 100%, никого не слушать, тебе он нравится, берешь, покупаешь, говоришь, спасибо за мнение, мне он нравится, он шикарный, идеальный, он лучше всех, он лучше, не знаю, какого-нибудь студийного и так далее, потому что он мне нравится, поэтому тогда нужно приобретать, но, если сказать только свое мнение, я бы его не брал бы, потому что как-то головами не нравится, я не знаю, почему она именно такая, но, если, например, рассмотреть его в виде животного, в виде пантеры, очень даже прикольно, если, например, вам нравятся животные, особенно животные трансформеры, то просто его купить и трансформировать в пантеру, она может такое сделать, конечно, будет дороговато, да, чтобы держать его только в виде животного и только, но уж если его хочется, то почему бы и нет. Потом у нас имеется еще вот такой трансформер Pipes. Вот я даже не знаю, он похож на предыдущего из Дабл Пяка или нет, или это совершенно другой. Ну, в общем, я уже что-то как-то тут пролетел, но он ценно похож, да, на предыдущего из Дабл Пяка. Но, конечно, если вы хотите, например, собрать именно такую коллекцию трансформеров именно в таком виде, то, я думаю, стоит это сделать, собрать вот таких интересных клонов, как бы это грубо не звучало, и будет такая компашка стоять, почему бы нет. Нет, а так я также скажу, как и про тех, очень даже прикольный, интересный, по-джуановски, 17 тапов трансформации, ничего плохого, говорить, пожалуй, не буду. Еще карточка у нас имеется, Unicron, блин, то есть здесь действительно будет, это именно карта никакая другая, Unicron, и там, значит, получается, если ты ее отлепишь чуть-чуть, там, наверное, планеты, то есть, блин, шикарная карта, и такую я бы хотел бы приобрести, иметь в коллекции, но только нужно тогда купить этого автоботика, ну ладно. Видимо, шинка тоже неплохо, я, пожалуй, придираться не буду. У нас имеется еще автобот Сланмер, он относится к метроплексу, здесь не ошибаюсь, в виде танка. Могу сказать, что 20 тапов трансформацию, он тоже разделяется, присоединяется к другим, но как в виде робота он выглядит, мне, правда, ну нравится, по-джуановски, опять же, как-то вот ощущается, есть вот тут какая-то не занятость атмосфера, что ли, простенькая, то есть вот эти квадратные формы, да, конечно, здесь имеются различные дерзкие такие моменты, здесь какие-то щели, тут такая детализация, тут фары и так далее, и так далее, или там линии, и всякое прочее. У Джован Верси, конечно, что-то такое подобное было, но, наверное, не всегда, или даже вообще не было, а здесь агрессивность имеется, но все равно ощущается, что это как будто всех годов. Карта у нас Optimus Prime, не знаю, в виде фур он там будет представлен или нет, или в какой-то боевой позе, но, в общем, вот такой у нас герой, получается, он относится, да, если не ошибаюсь, к метроплексу, а танчик у нас вот такой, не знаю, танчик, я бы не сказал, что прям вау, супер, офигеть, как говорится, голова видна, очень печально, было бы очень хорошо, чтобы она была закрыта, будет ли вот здесь посередине пустота щель, я не знаю, но, как мне кажется, есть, наверное, чуть-чуть, но тут вот пин вот этот торчит, немножечко, да, вот эта, скажем так, штучка не очень классно, но, как бы, неплохой танчик, но в виде робота очень даже шикарно. Ну и также у нас еще имеется такой геройчик, анонсировали, это у нас есть, не ошибаюсь, Star Saber, по японскому мультсериалу Victory, если ничего не путаю, я взял немножечко только изображений, там очень много слили маленьких трансформеров, еще каких-то трансформеров, его вроде бы другой альт-режим в виде зверя, то есть, правда, что-то такое крутое, это дорогая вещь, вроде бы 180 долларов будет стоить, правда, это ни в коем случае игрушкой нельзя назвать, потому что это полочная вещь, она сделана, ну, действительно, прям, скажем так, не знаю, как будто это самоделка, то есть, так все сделали, как будто только вот один такой трансформер, как бы, во всем мире, а на самом деле нет, он будет продаваться, наверное, в каком-то ограниченном количестве, как мне кажется, но мне нравится здесь в том, что здесь как-то цвета так играют, ощущается вот это, ну, не знаю, как я понимаю, раз это у нас японский мультсериал, то это, наверное, слегка можно считать и аниме, чуть-чуть, возможно, может, я и грубо сказал, ну, что-то такое есть и как будет ощущать, что это, наверное, не американское, не европейское, а что-то оттуда, то есть, японское, там у нас вот такая своя тематика, атмосфера, и вот здесь это имеется, я думаю, это очень даже хорошо, кому нравится аниме, что-то такое, вообще, прям, очень в самый раз, даже, если, например, вам трансформеры не нравятся, нравятся всякие вот такие роботы-мехи, особенно из японских мультсериалов и так далее, так, такого тоже можно приобрести, потому что, как раз к этой тематике очень даже подойдет. Видео такого устребителя футуристического, очень даже тоже неплохо, интересно, еще подставка у нас имеется, прям подставка такая прикольная, не у каждого трансформера увидишь подставки, дальше еще у него имеется щит, еще у нас имеется там Headmaster, если что-то маленький, в общем, тут много всего, все я не смог найти, взять, некоторые фото, как бы, защищенные, имеются надписи на всю фотографию, я не стал их брать, смог найти вот такие только немножечко, но, в общем, вот такой у нас Star Saber, еще и в базу, получается, превращается, вот у нас маленький какой-то трансформер, много чего здесь я не знаю, но очень такая интересная вещичка за 180 долларов, если ничего не ошибаюсь, так что, кому нравится такую вещь, я думаю, стоит приобрести, и, наверное, она будет редкой, и не везде ты ее найдешь, конечно же. Вот еще вот такую боевую позу можно поставить, очень тоже прикольно смотрится, как-нибудь еще и можно как-то, не знаю, получше, что ли, поставить, на полочку закрыть от пыли, под стекло, и вообще прям вау, и, например, у тебя еще есть некоторые трансформеры из этого мультсериала, Victory, и прям вау, будут очень даже шикарно. Ну и также у нас еще имеются некоторые трансформеры, не знаю, все не все, это у нас вот такой Terrasaur с мультсериала Beast Wars, это уже золотой диск, коробка такая, ну, не маленькая, вот так у нас будет десептикончик, хотел бы я сказать, но это не десептикончик, а передокон, если ничего не путаю. Видеоробота, правда, будет очень даже круто, в виде птеродактиля, не знаю, ну, тоже, наверное, неплохо, видеоробота, правда, хорошо, нормально, как и в мультике, пластмассу, как я вижу, ну, не то, что прям сэкономили, но есть вот здесь пустота, может быть, еще где-то найдется, но, думаю, не стоит придираться, это как бы минимум вообще, крылья, как мне кажется, ну, по качеству должны быть хорошие, хотя ощущается, что, наверное, пластмасса будет такая себе, но не должна быть, а так, будет прикольно, яркий такой, как бы, как бордовенький, красненький, прикольный герой, в мультике он там появлялся, были свои ситуации, с Райниксом, как я помню, еще и оружие имеется, в позу, как я вижу, можно будет поставить в различные, это очень хорошо, золотой диск у него будет также иметься, это вообще интересно, так что ради этого можно его приобрести, так что вот такой у нас какой-то диск имеется, какие-то символы, не совсем я даже знаю, что это, если знаете, а вы знаете, конечно же, так же напишите, ну, и в виде птеродактиля вот так вот, то есть он, естественно, уменьшится в разы, наш делюксовый, скажем так, террасор, конечно же, но такой птеродактиль, что-то такое когда-то у нас летало, и вот еще в такую позу он здесь стоит, ну, прямо вот на этой фотографии он смотрится, вау, честно, шикарно, вот так поставить на полочке, прям будет очень даже классно, ну, а в виде альтережима, ну, тоже неплохо, может где-то местами странноватенько, но лучше его держать, честно, в виде робота. И еще у нас имеется, у нас имеется вот такой тигатрон, конечно же, и еще, если не ошибаюсь, еще у нас будет такой вот подобный транс, у нас вот такой вот мутант тигатрон, но мы знаем, что имеется обычный тигатрон, белый тигр, здесь у нас вот такой обычный, как бы традиционный, как бы, эта страна изучала тигр, как бы, ну, не знаю, не сказал бы, что прямо я от него тоже в восторге, хотя мне тигры нравятся, и здесь он, правда, в виде животного будет выглядеть очень даже шикарно, в виде робота, не знаю, на любителя, но кому нравится этот герой, пожалуйста, берите, Голова мне, правда, не очень нравится И очень похоже, что здесь, да, если убрать вот эту деталь Будет как будто голова Читора Ну, в общем, что-то наподобие Читора здесь сделано А так как робот выглядит, правда, очень даже интересная голова Тигра здесь прям, ну, очень даже неплохо смотрится Тем более, это нужно показать, что это по-моему, Тиралл Бист Ворс Насекомые, различные животные и так далее Поэтому, может быть, это и правильно, что какая-то часть прям конкретно видна на всю, скажем так, среду На все окружение Вот, ну, а видит Тигра очень даже хорошо, мне нравится То есть его, я думаю, тоже стоит его покупать Только чтобы он у вас стоял в виде Тигра А если вам еще Тигр нравится, так тогда нужно его точно покупать То есть вот так вот, то есть вот такая у нас, скажем так, киса Очень даже прикольно Пластмасса, да, сэкономлена вот здесь, вот здесь, не знаю для чего Это печально, но ее как бы сэкономили немножечко Могли бы вообще вот так вот сэкономить Ну, ладно, может для чего-то они решили это что-то, не знаю, показать этим Но, в общем, сэкономили, так сэкономили И у нас имеется обычный Тигатрон, белый Тигр, он уже действительно мне понравился Тем более он выглядит как положено Он так и в мультике выглядел, хотя, наверное, и предыдущий тоже Но просто я их не видел, с ними не знаком А этот у нас товарищ тоже хорошо получился В виде белого Тигра, конечно же, тоже все хорошо Как и предыдущий Тигр, ничего не отличается, просто цветом А как робот мне, правда, этот больше симпатизирует, интересен Оружие также имеется Хвост у нас представлен Тоже видит, как бы, как оружие Все смотрится очень даже хорошо Мне, как бы, придираться не хочется То есть вот такой у нас Тигр Нравится Тигр, стоит тогда приобрести Тигатрона Ну и на вот этой золотой ноте давайте постепенно заканчивать Мы рассмотрели немало новых трансформеров Честно, их немало И теперь нужно что? Дождаться, когда они появятся в магазине И охотиться на них Ну, конечно, их, наверное, не везде найдешь Где-то в Европе, возможно, что-то и в России найдешь В Америке, так все найдешь и в Великобритании и так далее Но, если говорить про свой город Этого, наверное, у нас ничего не будет продаваться Ничего не смогу купить, найти Если какой-то один трансформер появится Я, наверное, его не успею приобрести Потому что его купят быстрее меня Если обобщить все, сделать вывод Итог, очень даже неплохие трансформеры Да, некоторые повторяются Но, раз он здесь имеется как будто как тематика Вообще, что-то другое Золотой диск Что это, чего это, не совсем я знаю Видимо, так, наверное, все и должно быть Поэтому, наверное, не стоит говорить Что, ой, у нас повторки Одинаковые трансформеры Оригинальность никакого не имеется Просто перекрасили Что-то поменяли Дали имена новые и все Я думаю, что не стоит так говорить Потому что, раз у нас имеется какая-то другая вообще вещь Вот этот вот золотой диск Значит, все там, все вот так вот Поэтому, да, не сильно похож на предыдущих Но, как бы, раз у нас вот так все получилось То, как бы, все так должно быть Значит, все нормально Надеюсь, не запутанно объяснил Можно просто сказать Очень даже все прикольно Мне в целом все понравилось Придираться мне не к чему Да, местами сэкономили пластмассу Да, это плохо Нехорошо Но, как бы, пусть уж будет так Чем, например, вообще кусок пустоты здесь Кусок здесь пустоты и так далее Лучше по чуть-чуть Может быть, местами как-то незаметно будет Да, если как-то поинтереснее поставить И, как бы, забудешь эти пустоты Ну, в общем Вот так у нас видео вышло Разбор вышел Надеюсь, я все объяснил Рассказал, показал Очень даже хорошо И объяснил свою точку зрения достаточно внятно Все, давайте будем заканчивать Спасибо за просмотр Не забудьте подписаться на канал Нажмите обязательно на лайк Чтобы поддержать меня Также нажмите на колокольчик Что мне пропустить в самых свежих видео Конечно же, вынесем новых свежих видео А также в рубрике Ingvar News Где мы обсуждаем Скажем так, я рассматриваю Новинки различные Старинки Новый фильм И вы просто общаетесь Все, всем спасибо Всем удачи Всем, конечно же Пока Пока